всем привет и добро пожаловать на мой тип канал для тех кто здесь впервые меня зовут аня и здесь на канале я делюсь моментами своей жизни во франции во франции живу с 2011 года вот влогами из путешествий либо какими-то разговорными видео с мыслями на темы которые меня интересуют поэтому если тебе интересно смотреть такой контент то не забудь подписаться на канал сегодня новый влог из парижа я знаю то что вы любите эти влоги судя по количеству просмотров которые они набирают так вот я приехала сейчас в париж чуть меньше чем на неделю опять же по работе ну и просто я соскучилась по парижу и мне нравится в принципе сентябрь как это называется когда все люди возвращаются из выпусков когда жизнь немножко начинает бурлить так вот я сейчас вернулась по паре рабочих проектов и в конце этой недели я должна попробовать надеюсь поехать в россию домой в калининград я там не была уже два года вот поэтому сейчас у меня как обычно сумбурно куча всего происходит я приехала два дня назад вчера я потратила день на то что я снимала видео о расслаблении своего гардероба потом мы снимали с алиной опять же рабочий проект и вечером мы пошли в хокстон и там посидели попили коктейли очень вкусно покушали взяли все одинаковое мы взяли сашими с какой-то капустой или с чем это там еще икорка есть мы взяли картошку с трюфом и мы взяли по сприцу сегодня у меня такой более-менее свободный день от работы только собираюсь на имейлы поотвечать вечером и сейчас я иду в одно очень красивое место которое называется мезон розе дональд это место как ателье по уходу за волосами так вот сегодня у меня будет кератиновый уход я уже кстати еду туда второй раз в прошлом году и точно также после лета когда мои волосы за время на солнце за время на жаре стали хуже по качеству я тоже туда ходила и вот сегодня меня она снова пригласила и я с удовольствием пойду попробую новый уход и уже традиционная рубрика что я одела я одела вот этот комбез который я купила в галериле файет в прошлом влоге про шоппинг в париже я возьму с собой на всякий случай такую как футболку с длинным рукавом случае если будет холодно и на ноги я одену мои любимые биркенштокки салон который я сейчас иду находится в месте который называется пассаж дамкро это свой род такой дворик скрытый от улицы хотя улица буквально в двух шагах и это такое симпатичное место полное зелени каких-то старых очень витрин нереальный кайф когда тебе ухаживают за волосами кто тебе моют вот эти все невероятные процедуры вот эти волосы такие красивые вот эти волосы вот это вот это Я сейчас пришла в Маре. Сейчас у меня будет встреча с девушкой Настей, с которой мы познакомились в Инстаграме, но еще ни разу не встречались в жизни. И мы пойдем в кафе Крозли, которое недавно открылось в Париже. Супер хайповое место, которое я сейчас по всему инстаграму и по всему инстаграму, но я там пока что еще не была, поэтому мне очень интересно посмотреть, что же там такое. Блин, я так отвыкла в Париже записывать видео просто так на улице, что я себя чувствовала как-то ужасно неудобно и пришлось мне зайти в более тихую улицу, уйти с главной улицы, чтобы не было вокруг меня людей, потому что я себя чувствую как-то странно очень. Мы встретились с Настей, встретились в Кроссби, попали в это кафе все-таки. Вот Настя. Настя совсем недавно переехала в Париж. Она иллюстратор. И смотрите, что она мне нарисовала. Это я. Так красиво. Мы с Настей решили пойти еще немножко прогуляться и посетить новое место, которое тоже открылось в этом сезоне, которое называется Le Jardin du Rime, которое находится во дворике музея Карнавале. Это музей истории Парижа. И вот в этом сезоне здесь открыли террасу, которая очень круто выглядит. Это место в самом центре Парижа, в самом центре Морей. Тем не менее, тут очень спокойно, очень милая, очень солнечная терраса. Правда, сейчас уже вечер, как бы солнышко ушло. Здесь, по-моему, нет еды. То есть это именно как бы прийти на коктейль или прийти на вино. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Бурс де коммерс, то есть биржа. И вот в 21 веке, в 2021 году здание стало музеем современного искусства. Проект Бурс де коммерс – это один из шагов по реанимации, по реставрации квартала Леаль. У Леаль на самом деле достаточно сальная репутация, как одно из мест не самых приятных, где находиться, но, тем не менее, вот такое теперь место шик прямо напротив центра Жоржа Пампиду и напротив центра Леаль призвано, чтобы принести чуть больше культуры, что ли, в этот район. Это немножко крипи. Я не знаю, если вы увидите, но вот там вот видно, что это горит свечка. Алина стоит классная. Оцените просто вид из туалета. Вот я обожаю французские музеи из-за того, что, боже, даже в туалет тут идешь, и тебя накрывает радостью. Отдельный кайф, конечно, походить по магазину музейному, особенно по такому новенькому. Потрогать все эти книжки. В общем, мы вышли с Алиной из бурс-де-коммерс. Нам очень сильно понравилось. Мы были просто очарованы очень сильно зданием. Да, это прям действительно очень красивая работа. Это работа архитектора, от которого Алина тащится. Тащусь. И которого она для меня открыла. Сами коллекции нам тоже понравились. Не все? Да. Но, в общем, это однозначно стоящее место. Там невероятный свет, там невероятный микс старого интерьера и вот новых каких-то архитектурных решений. А сейчас мы с Алиной продолжаем гулять. И мы упали на терраску. Алина с Алиной. Доброе утро. Сегодня новый день. Я опять бегу, опаздываю. На этот раз мы встречу с Сашей. Сегодня, по идее, будет снова большой день. Я сейчас встречаюсь с Сашей на кофе. Потом надо зайти отправить вот эти вот все мои сумки, которые я продала на Vinted. Потом я хочу пойти на Блокс. И вечером я встречаюсь на коктейль с Анни. Вот мы встречаемся в этом кафе с Сашей. Я ходил с опозданием, но добежала по киде Саши. У меня в этот раз получается почему-то ходить исключительно по новым местам в Париж. Много чего открывается. Вот, а мы сейчас пришли в кафе Муар в седьмом. I am this money. Вот Саша. Если вы фоловите меня в Инстаграме, то наверняка вы знаете тоже и Саши на Инстаграм. Постит невероятные просто фотки из путешествий, фотки из Парижа в частности. И пёс такой этот классный. Мы зашли в туалет в торговый центр возле Лувра. И тут вот пирамида. Иду специально под медокольными плечами, чтобы по улицам быть тихо. Потому что я заметила в последнее время, когда я монтирую влоги, то что у меня очень много шумов посторонних. А так как я с моей маленькой камерой не ношу никакой внешний микрофон, я никак не могу на это повлиять. Поэтому я решила пойти долгим путём, но чтобы сохранить качество звука. Классный велик. В общем, я вышла за своего бокса. Я хотела с него сегодня слиться. Не слилась. Я очень сильно рада, потому что у меня такой немного как комок сидит в животе. Такой нервный. Дело в том, что я завтра буду пробовать уехать в Россию впервые за два года. И немножко нервничаю по этому поводу. Потому что я еду первый раз, пересекаю границу Евросоюза после ковида. И бокс немного помог мне снять вот это вот нервное состояние. Поэтому я рада, что я всё-таки не слилась, хотя планировала. А сейчас я иду в аптеку, в которую я вам говорила. Я вам в прошлом видео рассказывала, показывала одну аптеку, которая дешёвая в Париже. Но я тогда в неё не ходила. Сейчас пойду. Потому что мне нужно купить. Мама там меня попросила некоторые крема ей докупить. Мне нужно что-то. Может быть, какие-то мелкие вещи. Подарок куплю. Мне кажется, что в каждом блоге я вам показываю одни и те же места, например, канал Сан-Цубис или Кафе-де-Флор. Но это именно те маршруты, по которым я всегда хожу, особенно когда приезжаю на короткое время в Париж. Поэтому не обессудьте. Побирала от жары. Но всё равно решила пройти ещё раз в Лексибурский сад. Мой самый любимый сад. Решила немножко поговорить. Вообще дико устала. Особенно после бокса. Но сегодня вечером у меня ещё одна встреча. Пойдём в новый ровтоп, который находится возле Гардульон. Мы специально подобрали час, чтобы быть там во время заката. И я думаю, что нам очень повезло с погодой, потому что сегодня прям супер летняя погода. 28 градусов. И небо чистое. Поэтому, скорее всего, будет красивый закат. И я прям очень жду. А завтра я буду пробовать уезжать в Калининград. В мой родной город. Последний раз я была летом буквально перед ковидом. И я немножко, конечно, переживаю, как въезжать и так далее. Тем более я буду въезжать через Польшу. Ну, в общем, немножко стрессую из-за этого. Ну, было прикольно. Нам понравилось то, что мы пили и ели. Нам не очень понравилось, где мы сидели. Вид на тоже 3,5 из 5. Вот. И сейчас пятница вечер. Пол 11. Мы идем просто как в старые добрые времена по набережной Сены, которая просто кишит людьми. Это, конечно, очень радостное зрелище. Я прям радуюсь. Про вид на 3,5. Это то, что там вокруг бизнес-районы. Очень много всяких стеклянных зданий, которые закрывают частично этот вид. И мы сидели конкретно напротив вот такого одного из стеклянных зданий. И то, что вид на 3,5, это как раз таки то, что чуть-чуть прикрывало всю красоту Парижа. Вот это я понимаю амбиянс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я везу своей племяннице с подарок. Я надеюсь, что они подойдут, потому что это сороковой размер, который больше даже, чем мой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я долго думала везти кроссовки в коробке или выложить. В общем, решила везти в коробке. Все-таки это подарок, и я пострадаю ради этого. Я стараюсь писать всякие вещи, которые нужно будет не забыть взять с собой в последний момент. Такие как зарядки, косметичку, расческу. Все это записывать, и потом прямо перед выходом отмечать, потому что часто могу это забыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое, что досмотрела до конца. Увидимся на следующей неделе, а я поехала в Россию. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, у нас целый день сегодня с Алиной, мы с... Это не Алина, если что. Да. Это дети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА